Однажды в Италии, жарким летним днем, девочка по имени Сара собралась на море. Собралась не одна, а как обычно, с двоюродной сестрой Сабриной и ее подружкой Марианжелой. Обе уже взрослые девушки, так что хоть мама Сары очень строгая, против отдыха в такой компании она не возражает. Наскоро перекусив с легким рюкзачком и пляжным полотенцем, Сара выходит из дома. Больше она никогда сюда не вернется, а ее исчезновение на десятилетия станет самым обсуждаемым криминальным делом в стране. Однажды в Италии. Вся эта история произошла внутри большой и дружной семьи. Настолько дружной, что уже и не разберешь, кто кому дети, кто внуки, а кто племянники. Мать Сары Кончетту из-за нехватки денег отдали на удочерение дяди и тети. Сестра Кончетты Козима уехала с мужем на заработки в Германию, на годы подкинув дочерей Валентину и Сабрину, бабушке и дедушке. Сама Сара больше года жила в семье тети Козимы, к тому времени вернувшейся в Италию. Девочки были рады и тете, и дяди Микелии, и двоюродные сестры. Особенно старшая Валентина нянчившаяся с маленькой кузиной, как с дочкой. Правда, потом Валентина вышла замуж и уехала, но и Козима с Сабриной всегда привечали девочку. А вот в родном доме Саре было одиноко. Родители разошлись, брат, с которым девочка была очень дружна, остался жить с отцом в Милане. Во ветрану Сара вернулась с мамой, но та от природы женщина крайне сдержанная, чтобы не сказать холодная. Да к тому же все время занята, ухаживает за престарелыми родителями и проводит много времени в церковь свидетелей Иеговы. Саре очень хочется тепла, в новой школе ее не понимают. Любимый брат приезжает только летом. А вот в доме тети Козимы девочка отогрелась. Внимание, ласка, забота. Всего там для нее нашлось в избытке. Однажды, найдя детскую фотографию тети и увидев что-то очень похожее на нее, Сара начала всем рассказывать, что тетя Козима и есть ее мама. Нет, объясняла Козима, я тебе не мама, а тетя. Но Сара легко нашла выход и попросила тетю взять ее к себе в дочке. Кто знает, как на такой вариант реагировала мама Кончетта, поговаривает, что не возражала бы. Ведь хотя дома двух семей расположены всего в полусотни метров друг от друга, дочь и сестру она практически не навещала. И все же тетя Козима при всем своем добром отношении к Саре к радикальным решениям не готова. Она настойчиво объясняет девочке, что у нее есть мать и при любой возможности отправляет бродяжку домой. Ну а та также при любой возможности прибегает в дом семьи мисс Саре и так проходит несколько лет. Саре исполняется 15 и она уже не ребенок, во всяком случае не считает себя таковым, хоть и выглядит младше своих лет. Первые влюбленности, первые разочарования, первые мечты. Не мог весть, какие мечты, кстати. То стать косметологом, как кузина Сабрина, то поваром, как приятелю Ивана. Устроиться на круизный лайнер и поездить по миру. Ну или не на лайнер, главное, чтобы поездить. Деревня Аветрана на кого хочешь нагонит жажду странствий. Есть, правда, среди саренных прожектов и менее безобидный вариант. Стать известной, избежав из дома. Может одна, может со своим принцем. Ненадолго, дней на 20. А потом, после того, как ее портреты будут на всех экранах страны, найтись. В прямом эфире встретиться с мамой и пожинать плоды славы. Строгостью матери девушка все больше тяготится. Та не позволяет ей пользоваться социальными сетями, из-за своей религии не разрешает праздновать дни рождения. И вполне может посадить под замок, но, по счастью, у Сары есть сестра Сабрина, которой уже 22. Она ответственно работает косметологом и не возражает брать Сару с собой на свои тусовки в качестве подшехной. Девушки очень дружны. Хотя верховодит в этой паре, конечно же, Сабрина, что неудивительно при такой разнице в возрасте. Да и характер у Сабрины командирский, активная, решительная. Она привыкла не стесняться выражениях и всегда настаивать на своем. Ну а Сара может и взбунтовалась бы против такой дедовщины, но как, если кузина ее единственный способ выйти из домашней рутины. Правда, с некоторых пор поводов для напряженности становится больше. Сабрина безумно влюблена. Не абы в кого, а в местного плейбоя Ивана Руссо, первого парня-оветраны. И пусть в той оветране едва 6 тысяч человек населения, Сабрине это не мешает считать Ивана совершенством. Она даже прозвище ему дала Дио Ивана, бог Ивана. Ну а сам бог, как бы это сказать. В общем, богиней Сабрину он не называл. Она говорила подружкам, что согласно полностью ему подчиниться, лишь бы не потерять. Он писал ей смски, что она зря в него влюбилась, отвечать взаимностью он не собирается и нужна она ему только чтобы пошалить. А еще он, 27-летний, оказывал знаки внимания малышке Саре. Поглаживал, заигрывал с ней на глазах у Сабрины. Сара, малолетняя дурочка, писала о происходящем в тайном дневнике, сомневаясь, нравится ли ей Ивана или она любит его просто как друга. Ну а Сабрина ревновала, все чаще ссорилась с кузиной и пыталась отделаться от ее компании, чтобы остаться с Ивана наедине. А потом решила зайти с козырей, предложив перевести дружбу в нечто более конкретное, закрепив отношения по-взрослому. Ивана вроде бы даже не возражал и совсем уже было начал этот взрослый контакт, позволив Сабрине раздеться, но на самом интересном месте передумал. Как будто не было более унизительного способа избавиться от надоевшей поклонницы. И все бы ничего, но взбешенная Сабрина рассказала о происшедшем подруге, причем не нашла ничего умнее, чем сделать где-то в присутствии Сары. Сара, в силу возраста еще и понятия не имеющие о том, что о некоторых вещах лучше помолчать, рассказала о неудаче Сабрины своему брату Клаудию, приехавшему на лето. Клаудия рассказала о том, что он в курсе самому Ивана, круг замкнулся. А впрочем, о ветра на не то место, где такие вещи могут оставаться в секрете. О том, что Сабрина влюблена в Ивана как кошка, не в курсе разве только еще не родившиеся котята. Но Сабрина считает в том, что сплетня разошлась, виноват длинный язык Сары, которая к тому же соперница и кажется более удачливая. В общем, Сабрина злится на Сару. Но Сара не может себе позволить ответить тем же. И когда кузина устраивает ее у входа в бар прилюдную выволочку, лишь молча глотает слезы. Сара не хочет потерять дружбу Сабрины. В ее жизни слишком мало человеческого тепла, да и просто развлечений. Так что, когда на следующий день кузина звонит ей, чтобы позвать купаться на море, Сара счастлива. Предупредив мать, она быстро натягивает купальник, розовая майка и шортики, хватает полотенца и рюкзак и примерно в 13.50 выходит из дома. Тем временем Марианжела, на машине которой девушки намерены добираться до пляжа, подъезжает к дому Сабрины и обнаруживает подружку на улице. Та нервничает, потому что Сары все еще нет. Она отправила ей смс, та просигналила звонком, что прочитала, но уже должна бы подойти, а мать девочки на звонки не отвечает. Девушки решают ехать к Саре домой и выясняют, что Кончета успела приготовить обед, съесть его и убрать кухню. Взглянула на телефон и обнаружила три пропущенных вызова от Сабрины только что. Перезвонить она не успела, племянница появилась на пороге собственной персоной. Они мчатся обратно, проверить не разминулись ли. Отец Сабрины Микеле Миссер сообщает, что Сара не появлялась, становится ясно. По дороге, которая занимает 5, максимум 10 минут, девочка куда-то пропала. Чтобы обижать все о ветра, ну много времени не надо, но никаких результатов это не дает. Сары нигде нет и уже в 17.20 ее родители в полицейском участке заявляют о пропаже ребенка. Поиски начинаются сразу же. Полиция и волонтеры прочесывают леса и поля, друзья рыскают по берегу, фермеры осматривают свои участки. Проверяют заброшенные здания, колодцы, речушки. Все бесполезно, светловолосого ангела нет нигде. Полиция изымает у родителей дневники Сары, просматривает тайные странички в фейсбуке и первой версией становится побег. Но даже совсем глупые девочки не убегают из дома с одним пляжным полотенцем. К тому же портреты беглянки распространены по всем соцсетям и ее давно бы уже заметили. В пляжном домике Сары скаатцы обнаруживают некоторые странные вещи, которые наводят на мысли о ритуалах сатанистов. Но дом давно заброшен, туда может войти кто угодно и никакой связи с пропажей найти не удается. Похищение цыганами, похищение женихом, похищение маньяком, похищение сектантами, похищение работающими рядом строителями, похищение ради выкупа. Ни одна из версий не стоит на ногах. Девочка пропала в центре городка. Кто-то что-то должен был видеть или хотя бы слышать. Время идет, начинается учебный год, а Саре по-прежнему никаких вестей. И тогда мама Кончетта, каменная статуя, не пропускающая наружу ни слезинки, ни вздоха, говорит следователям, ищите среди членов семьи. Ищут. Прежде всего проверяли саму Кончетту, поскольку из дневников Сары понятно, что отношения между матерью и дочерью были, мягко говоря, сложными. Проверяли и отца, тем более, что в прошлом он судим. Проверяли и версию Сабрины о том, что девочку похитили родственники или друзья из родной деревни ее отца, поскольку перед исчезновением Сара несколько дней там гостила. Сабрина вообще очень много делает, чтобы найти кузину, она постоянно дает интервью и не пропускает ни одного телешоу, чтобы обратиться к аудитории с просьбой помочь в поисках Сары. Повторяя как мантру. Ее похитили, она никогда не ушла бы по собственной воле, у нее не было парня, она ни с кем не ссорилась, на нее точно напали на улицы, пожалуйста, верните Сару домой. Дело приобретает национальные масштабы, красивую девочку-блондинку ищет вся страна, но впустую. И хотя сообщений, что Сару видели, приходили тысячи, ни одно из них так и не подтвердилось, а экстрасенсы в один голос утверждали, девочка мертва. Впрочем, когда прошло столько времени и безо всякой эзотерики понятно, шансов найти ее живой остается очень мало. Не дождавшись возвращения Сары, умирает ее дедушка Козима. И только бродячая собака Саэта, всегда неотступно следовавшая за девочкой, днем и ночью лежит у ворот дома семьи Миссери, словно дожидаясь, что Сара наконец придет туда, куда собиралась жаркий полдень 26 августа. А потом неожиданно нашелся телефон Сары Скаци. Его обнаружил ее дядя Микеле Миссери, муж тети Козимы и отец Сабрины. Обнаружил случайно, забыл в поле отвертку, вернулся за ней и вдруг в остывшем костровище увидел мобильник. Странное чувство пронзило его будто молнией, он сразу подумал, что телефон принадлежал Саре. Позвонил старшей дочери Валентине, почему-то ей, давно живущей в Риме за сотни километров от ветраны, а не Сабрине, которая видела Сару перед самым ее исчезновением. Описал Валентине находку, та ответила, что да, телефон похож, и сообщила в полицию, где все быстро проверили и подтвердили, это именно тот аппарат. Журналисты слетелись на дядю Микеле голодными коршунами, и тот их не разочаровал. «Я чувствую», – объявил новоявленный экстрасенс-поисковик. «Как я нашел телефон, так я найду и саму Сару». Тем временем эксперты сообщили, что аппарат лежал на земле не с момента пропажи девочки, а максимум 2-3 дня. Но больше ничего интересного находка не дает, и полиция продолжает допрашивать жителей о ветраны. На допросе другой дядя Сары, брат Кончетты и Козимы Джакома рассказывает, что в день пропажи девочки они со свояком договорились выйти в поле собирать фасоль. Но тот, несмотря на то, что поле было очень близко от дома, пришел с большим опозданием, что-то около 15.45. При этом сам Микеле следователем говорил, что на сбор фасоли он вышел, как и всегда, в 14.45. Так что возник целый час времени неприкрытой алиби, но замазанной враньем. К тому же один из полицейских вспоминает, как через 10 дней после исчезновения Сары Микеле потряс его сообщением о том, что он нашел сим-карту, которая, наверное, выпала из телефона, но что отдать ее он не может, потому что сунул в карман и потерял. Странностей набирается слишком уж много, и за дядю берутся по-взрослому. Микеле мисс Сэри допрашивает, начиная издалека, про тяжелую жизнь, про отношения с женой. Постепенно подбираются к неудобным вопросам о дырах в алиби. Тот все больше сникает, паузы в ответах становятся все длиннее, все больше вопросов остается без ответа вообще. Следователи продолжают давить. Малышка имеет право вернуться домой, если она еще жива. А если нет, то она должна быть по крайней мере похоронена по-человечески. И вот полицейский находит болевую точку. Микеле, ты знаешь, что Сара не была крещена? Дай нам хотя бы окрестить ее, скажи. Ты знаешь, где тело? И после паузы, кажущейся бесконечной, Микеле мисс Сэри отвечает. Оно в колодце. Я покажу, где. Только, пожалуйста, не говорите жене. Известие о том, что дядя признался в убийстве племянницы, мама Кончетта получила, находясь в кадре. Они собрались в доме мисс Сэри, чтобы в очередной раз обратиться с просьбой о помощи в поисках девочки. Трагическая новость пришла в студию программы «Кто видел» прямо в момент эфира. Кончетта, вы понимаете, что происходит? Обращается к матери Сары, ведущая программы. Пытаюсь понять, отвечает женщина. На ее лице не дрогнул ни один мускул, в глазах не блеснуло ни слезинки. Это было в 2010 году, и ее соседи до сих пор слышат, как она кричит и воет от боли. Но не перед камерой, нет. От камеры Кончетта спрятала все свои чувства под каменной маской. Кончетта, вы хотите, чтобы мы выключили вас из эфира? Кончетта? Да, думаю, так будет лучше. Она встает и с все той же мимикой каменной статуи выходит, в тишине, нарушаемой только с хлипываниями сидящей на заднем плане Сабрину. На вопрос следователей, почему он это сделал, дядя Микеле ответил, он и сам не знает почему. Через несколько дней понял, все дело в том, что он был очень зол. У него с утра болела голова. Трактор, любимая рабочая лошадка, не хотел заводиться. И Микеле убил бы любого, кто попался под руку. Попалась Сара. Пришла зачем-то к нему в гараж, он сказал ей уходить. Она не хотела. Он схватил ее со спины и поднял. Девчонка легнула его промеж ног. Микеле рассверепел, схватил веревку и задушил ее. Оставим пока в стороне правдоподобность этой истории. Что девочка забыла в гараже? Зачем ей было настаивать на компании злобного дядюшки? И возможно ли из такого положения дотянуться ногой до места, которое он указывает? Это далеко не последние странности. Вся история буквально состоит из таких деталей. От некоторых из них бросает в дрожь. Может, поэтому он рассказывает о них не сразу. Хотя, учитывая, что Микеле не блещет не остротую мани самостоятельностью решений, более вероятным кажется, что он просто следует чьим-то советам. Дядя Микеле отвел следователей к заброшенному колодцу. Там над ней действительно лежало разбухшее и полуразложившееся за 40 дней тело той, которую он звал при жизни светловолосым ангелом. И который сбросил в гнилую яму, перекрестив напоследок. Микеле Миссери – тихий, покладистый, незлобливый мужичок. Трудяга, предпочитающий работать руками, а не языком. Подкаблучник, которым помыкает не только жена, но и дочери. Он давно уже ест и спит один, а свободным чувствует себя только в гараже вместе со своим любимым трактором. Детство непростое. Маленькому Микеле было всего шесть, когда его фактически продали в рабство чужим людям. Со всем ребенком он тяжело работал по 12 часов в сутки. В школу никогда не ходил и не умеет ни считать, ни писать. Еще хозяин бил Микеле так сильно, что тут оглох на дно уха. А кроме всего прочего, мальчик подвергался сексуальному насилию. Под большим старым деревом инжира. И именно под это дерево он принес уже бездыханное тело Сары. Именно под его кроной совершил с этим телом половой акт, так как в его детстве делали с ним самим, также не способным ни убежать, ни сопротивляться. Только потом он выбросил тело в колодец. А после приходил туда молиться и просить прощения у Сары. Видел ее во сне, она говорила, что ей холодно. Микеле рассказывает, что хотел отравиться и уже пошел для этого в поле, но потом сообразил. Если он умрет, тело Сары никогда не найдут и оно так изгенит без погребения. Тогда мужчина стал подбрасывать телефонный аппарат Сары туда, где, как он думал, его могли бы найти. И откуда можно было бы прийти к колодцу, где лежит тело. Подбросил раз, другой, оставил прямо перед зданием полиции. Все бесполезно. Мобильник так никто и не заметил, поэтому и пришлось найти его самому. В общем, история складывалась довольно гладко, но только местами. Микеле Мессери подробно рассказывал о своих мыслях и действиях, тех, что касались периода после убийства. Как раздевал тело, как привязывал, как перекрестил, как опустил в колодец. О том, что было до и в сам момент удушения, он ничего не может рассказать толком. То он был зол из-за трактора, то из-за пинка в промежность. То она хотела уходить, то не хотела. Зачем было хватать ее, если цель была заставить уйти? Как вышло, что когда он отпустил Сару, чтобы взять веревку, она не убежала? Почему не кричала и не сопротивлялась? Все это вопросы, на которые у Микеле нет ответов. А через полторы недели этих невнятных убил, не помню как и сам не знаю почему, Микеле вдруг объявляет, что к происшедшему причастна его дочь. А именно, Сабрина знает, что случилось. Она спускалась в гараж и видела тело, а потом вышла на улицу, чтобы не дать подружке войти в дом. Очень скоро новая версия. Сабрина притащила Сару в гараж, чтобы преподать ей урок. А то та слишком распускает язык и грозится рассказать, что дядя к ней пристает. Мы хотели только напугать ее, оправдывается Микеле. Подозрения насчет Сабрины были у полицейских и раньше, но та кремень. Стоит на первоначальных показаниях, мы собирались на пляж, но Сара не пришла. Кремень-то она, конечно, кремень, вот только уж очень много врет, там, где это не обязательно. Отрицает, что у нее были отношения с Ивана Русса, что ревновала его к Саре, что они ссорились. Пытается подговорить подружку не рассказывать, что та встретила Сабрина уже на улице, а не во дворе дома. Зачем-то убедила мать Сары, что когда девочка выходила из дома, было уже полтретьего, а не без десяти и два. А еще уговорила не отдавать полицейским дневники Сары, а то у Ивана будут проблемы. Не совсем логично для человека, который в каждом эфире льет слезы и умоляет сделать все, чтобы как можно скорее найти сестренку. Дальше больше. То кто-то слышал, как Сабрина рассказывает, во что была одета Сара в момент исчезновения, хотя если она и впрямь не видела девочку, то и знать этого не могла. То после долгих поисков со всхлипами и вскриками, что они ее поймали, совершенно не реагирует на сообщение, что из заброшенного спортзала слышен странный шум, будто там кто-то есть. Так что постепенно о Микеле почти забывают. В деле появляется другая героиня. Сабрину арестовывают и допрашивают уже в качестве обвиняемой. А 5 ноября новая бомба. Микеле в присутствии адвоката и приглашенный им психолога-криминолога заявляет, он не убивал Сару. Это сделала его дочь Сабрина. В комнату для допросов тут же приглашаются следователи и Микеле рассказывает уже для них. Он спал на раскладушке. Со словами папы, я накосячила, его разбудила Сабрина и он увидел уже бездыханное тело Сары. На вопрос, почему она это сделала, Сабрина ответила, она меня достала. Микеле не убивал девочку, он только спрятал ее тело. Потом в наследственном эксперименте, перед которым он откажется видеться с семьей, чтобы они на него не давили, Микеле все повторит. Сара убила Сабрина, а он спрятал тело. А потом выдаст еще подробностей. Девочки играли в лошадку. 90-килограммовая Сабрина была наездницей, а весившая вдвое меньше Сары лошадкой. Возже сделали из веревки, то есть нет, конечно же, из ремня. Сара поскользнулась, упала и случайно удавилась. Ну и под занавес откажется и от этих слов, обвинив психологиню и своего же адвоката, что они заставили его оклеветать дочь и даже показывали, как надо изображать лошадку. Потом он снова будет утверждать, что совершил убийство сам и в одиночку. Писать мемуары и письма о том, что его дочь ни в чем не виновата, но теперь ему уже мало кто верит. А главное, не верят судьи, благого ветра не рано или поздно все становится известно всем. Как, например, очень интересная деталь, которую рассказала следствию некая Анна Пизано. А ей и ее дочь Джованна. А Джованни хозяин цветочного магазина, у которого она работала. А цветочник? Не угадали, цветочник все видел сам. То есть, конечно, не все, но событие весьма интересное. Как раз в то время, когда предположительно произошло убийство, он видел, как к Саре подъехала женщина в возрасте, вышла из машины, заставила плачущую девочку сесть туда вместе с ней и поехала в сторону дома мисс Сери. В машине при этом уже сидела девушка, похожая на Сабрину. А женщина за рулем была никто иной, как ее мать и тетя Сары Козима. Конечно, сведения через третьи руки следователи не устроили. Цветочника вызвали на допрос. Он все подтвердил. Подтвердил, что видел, как Козима заставила Сару сесть в машину, назвал другие существенные детали, подписал протокол. А на следующий день вернулся в раз так сообщить еще один момент. То, что он рассказал накануне, он действительно видел, но вот незадача это было во сне. В общем, дядя Микеле не единственный, кому не верили судьи. И, кстати, не единственный, кто видел в это же время машину Козимы на улице. Хотя сама она утверждала, что спала дома. Короче, сон в руку. Следом за Сабриной арестовали и Козиму, которая, правда, так же, как и дочь, стояла насмерть на своем. Спала дома, ничего не видела. Почему цветочник трясется от страха, рассказывая сон годичной давности, не знаю. Козима с Ираном. Как и муж, она всю жизнь тяжело работала, поэтому недолюбливает младшую сестру Кончетту, которой, по мнению Козимы, все достается слишком легко. За жесткий характер во Ветране Козиму зовут генеральшей. Сильная, грубая, прагматичная. Железной рукой правит домом и членами семьи. И только ей известно, на что она ради них способна. Собственно, это и будет названо мотивом для участия в убийстве Сары, рассказавшей слишком много семейных секретов дома Мисс Сери. Суд начался в январе 2012-го. Обвинение было предъявлено вкратце следующее. Сабрина злилась на Сару из-за парня. Козиму совершенно не устраивало, что та может рассказать о домогательствах ее мужа. Женщины решили то ли наказать девочку, то ли преподать ее рук. Она попыталась сбежать, ее догнали на машине, привезли обратно. Тетя Козима держала, кузина Сабрина душила. Дядю Микеле разбудили, когда пришла пора спрятать труп. Потом Сабрина вышла на улицу, чтобы не дать подруге войти в дом. А чтобы обеспечить себе алиби, отправляла на телефон Саре смс-ку и сама же ответила на нее звонком. Позиция защиты свелась в итоге к тому, что ни одному свидетельству против Козимы и Сабрины верить нельзя. А верить нужно Микеле. И только тогда, когда он говорит, что это он убил Сару, потому что это он ее и убил. Ну и еще, понятное дело, надо верить Козиме и Сабрине, которые виновными себя категорически не признают и никогда не признавали. Справедливости ради заметим, Микеле тоже определился с позицией и больше ее не меняет. Сару убил он, потому что кровь в голову ударила. Чуть больше, чем через год, процесс заканчивается. Виновными признаны все трое. Микеле получил 8 лет за сокрытие трупа, Сабрина и Козима за убийство пожизненное заключение. Апелляция и касация оставили приговор без изменений. Немая сцена, выдохнули и... История на этом не заканчивается. В начале 20-го года суд вынес еще один приговор по делу. Ивана Руссо склопотал 5 лет тюрьмы за дачу ложной информации и лже-свидетельства. Он лгал, чтобы прикрыть Сабрину, пытаясь скрыть их романтические и сексуальные отношения. И конфликт между двумя кузинами из-за их общего интереса к нему. Потом щедрую рукой суд отсыпал по 3 года матери и другу Ивана и 2,5 его брату за то, что врали, что во время убийства Сары Ивана был дома. Досталось и другой стороне. Сестра и брат Козима и Кончетты Доры и Джованни получили по 3,5 года за ложное обвинение Микеле в сексуальных домогательствах к Доре. 3 года и 2 месяца цветочнику за неумение отличить сон от Яви и еще 3 срока по 3 года другим лже-свидетелям. Ну и вишенкой на торте, в комплект к уже имеющимся 8 годам за сокрытие трупа и полуторам за клевету на адвоката и эксперта, 4 года были вручены дяде Микеле за ложные показания на самого себя. Правда, апелляция эти приговоры отменила, но сказать, что приговоренные отделались легким испугом, язык, пожалуй, не повернется. В феврале 2024 Микеле Миссери отбил свой срок, вышел на свободу и продолжает настаивать на том, что это он убил Сару с Кацци, а его дочь и жена сидят на пожизненном безо всякой вины. Должна признать, что сколько ни пыталась, я так и не разобралась, где же в этом деле правда, а где ложь. С одной стороны, есть эксперты, которые говорят, что убийство было совершено как минимум двумя людьми, что девушка была задушена ремнем, а не веревкой, как настаивает Миссери, что никаких половых контактов с телом Сары ни до, ни после смерти не было, что определение местоположения телефонов всех участников однозначно доказывает. Убийство совершили Сабрина и Козима, а психологический портрет Микеле не оставляет сомнений. Он находится под тотальным влиянием своей жены и сделает что угодно, чтобы она его простила. С другой тоже экспертами написаны уже целые книги, опровергающие эти выводы. С одной стороны, Микеле много раз менял свою версию событий, с другой, похоже в то, что он говорит сейчас, он верит сам, даже если это неправда. С одной стороны, слезы Сабрины называют пластиковыми, хотя лично я, сколько ни приглядывалась, явной подделки не заметила. С другой, кто угодно заплачет, если в 22 года ему грозит сесть на пожизненное. С одной стороны, провести всю жизнь в запертии – это очень жестко, с другой, у малышки Сары не будет уже никакой жизни. С одной стороны, есть поводы сомневаться, что осужденные навсегда и без возможности обжалования действительно виновны, с другой. Убийца точно находится в этой семье, иначе с чего бы дядя Микеле стал прятать тело. Микеле Миссерри уверен – он обратится в Европейский суд по правам человека, и его женщины выйдут на свободу. Специалисты считают, что он напрасно обольщается, и Страсбург даже рассматривать дело не станет. Ну а вы? Что думаете вы о том, кто убил Сару Скатси? Однажды в Италии. Редактор субтитров А.Семкин